79 боевых столкновений произошло на фронте за сутки, об этом сообщает вечерние сводки генштаб вооруженных сил Украины. Россия несет большие потери в боях за Часов Яр, подтверждает эстонская разведка. Быстрого захвата города не будет, говорят в ведомстве, поскольку Часов Яр имеет мощные оборонительные укрепления. Безусловно, господствующие позиции наших сил обороны позволяют нам достаточно уверенно сдерживать вражеские атаки. Нам бы еще ресурсов побольше, и я надеюсь, что в конце концов этот вопрос будет разрешен в самое ближайшее время. Ведь очевидно, что артиллерийские компоненты по-прежнему остаются крайне важными составляющие, дают возможности украинской армии. Ну а дополнительные средства ПВО, безусловно, позволят нам, как минимум, отогнать вражеские штурмовые кей, типа Су-25, которые в настоящее время практически безнаказанно пролетают над нашими позициями в Часов Яру. Армия РФ безуспешно пыталась штурмовать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Захватчики обстреливали из артиллерии и минометов Часов Яр, Новобахмутовку, Красногоровку и Константиновку Донецкой области. Силы обороны Украины сдерживают все российские атаки. Вот так николаевские десантники подбивают технику противника. За шесть месяцев боев в районе Новомихайловки Донецкой области уничтожили более 300 единиц. Генштаб ВСУ отмечает, что российские оккупанты едва ли не ежедневно бросают в атаку танки, боевые бронированные машины и не жалеют пехоты. Тем временем на южном направлении украинские военные обнаружили позицию противника и отработали по ней с помощью ФПБ дронов. В результате точной работы сил специальных операций уничтожена капониры с боекомплектом и места расположения личного состава армии РФ. Работают не покладая руки украинские партизаны. На этот раз они разведали военно-морскую базу российских оккупантов Новороссийске Краснодарского края РФ. Именно туда захватчики перебазировали большую часть своих кораблей после удара по штабу российского Черноморского флота в Крыму. В ходе разведки была зафиксирована 134-я группа судов обеспечения Новороссийской военно-морской базы и база технического обслуживания флота. Также зафиксировано размещение патрульных кораблей проекта 2.2.1.6.0 и нефтяных танкеров. РФ переместила большинство своих военных кораблей в Новороссийск из Крыма. Совсем скоро они будут уничтожаться и здесь. Из сообщения партизанского движения «Атэш». Общие потери армии РФ с 24 февраля 2022 года составили 457 830 военных. За сутки были ликвидированы еще почти 900 российских оккупантов. Также силы обороны Украины уничтожили 9 российских танков, 17 бронемашин, 21 артсистему, 27 беспилотников оперативно-тактического уровня и 2 средства ПВО. Благодаря украинским военным захватчики также недосчитались более полусотни единиц автомобильной техники.